Постараюсь кратко изложить достаточно специфическую проблему, которая касается лечения первичных герминативных клетчатых или герминогенных опухолей к центральной нервной системе. Несколько слов об эпидемиологии. По разным источникам это едва ли не самая частая среди очень редких нозологических форм экстрагонадных герминогенных опухолей у человека. Если ориентироваться на те эпидемиологические данные, которые можно оцифровать, то это все-таки так называемый Central Brain Tumor Register of the United States, где регистрируются все случаи излокачественных заболеваний центральной нервной системы. И ориентируясь на эти эпидемиологические данные, можно ожидать, что в Соединенных Штатах примерно должно случаться около 300 случаев таких опухолей в год первичных. Соответственно, в нашей стране должно быть около 140 таких первичных опухолей выявляться ежегодно. В отношении возраста проявление перечных герминогенных опухолей считалось раньше, что чаще эти опухоли встречаются у детей. На самом деле, середина медиана возраста как раз располагается между 10 и 20 годами, с медианой примерно в 16-17 лет. То есть, примерно половина пациентов относится к детскому возрасту и половина – ко взрослому. В своей практике мы больше имеем дело со взрослыми пациентами. Я этому чуть ниже тоже уделю некоторое внимание. Классификация. Вот получал справедливую критику от Алексея Александровича Трякина по поводу терминов, которые сейчас у нас пока что расположены и в клинических рекомендациях Минздрава, и в практических рекомендациях Русска. Мы там позволили себе неправильно перевести «not germinomatous germinal tumors» как недермино-гермино-гермино-глеточной опухоли. Видимо, лучше не переводить, лучше так и говорить, как это устоялось в литературе. Но, тем не менее, согласно классификации 2016 года опухоли центральной нервной системы, представленные формы вы видите на слайде, наиболее частой из всех опухолей являются герминомы, остальные формы являются более редкими, но более агрессивными, за исключением зрелой тератомы. То же самое мы можем видеть на слайде, где уже субпластифицируются эти опухоли по их группам риска. Наиболее чувствительна ко всем нашим методам лечения так называемая чистая герминома, устоявшийся жаргон в профессиональной среде. Есть промежуточная форма с герминомосинтенцио-трофопластическим компонентом, для которой характерна продукция не очень высокого уровня бета-хронического гонадотропина. И другие опухоли, которые здесь перечислены, ничем не отличающиеся от аналогичных опухолей яичка и яичника. Вот эта терапевтическая классификация была предложена еще в конце прошлого века японскими авторами. Считается, что в азиатской популяции первичная герминома и центральной нервной системы встречаются чаще, несколько. Что надо представлять себе? Очень редкая опухоль. И даже для нейрохирургов она является довольно сложной в плане диагностики. Конечно же, ведущим на сегодняшний день в диагностике всех опухолей центральной нервной системы является магиторезонансная томография. При этом наиболее частой локализацией опухолей является пениальная область, херононезулярная область, бифокальная локализация с поражением обеих зон, довольно характерный признак, едва ли не патагномоничный для герминома. Редкие локализации в таламусе и в других участках этой системы. И время от времени мы сталкиваемся с дистеминирными формами, когда захватываются довольно обширные части головного мозга. И генерологических симптомов надо отметить, конечно же, гипертазионно-гидроцефальный синдром, поскольку при расположении опухоли в задних отделах третьего желудочка у пациента развивается гидроцефалия, головные боли и соответствующие угрозы даже жизни, угроза вклинения мозга может быть. Кроме того, здесь расположен средний мозг, опухоль очень инфляторативная, и для этих пациентов характерны глазодвигательные нарушения, иногда достаточно грубые. Если опухоль располагается в передних отделах третьего желудочка в хиазмоле-силлярной области, то у пациентов могут проявляться различные нарушения зрения, как нарушение болей зрения, так и острота зрения. Также можно страдать. Наконец, опять же, при расположении опухоли в хиазмоле-силлярной области характерными являются различные эндокринные нарушения, из которых самым типичным является несахарный диабет. Примерно в 75% случаев несахарного диабета причиной является именно герминома. Опухолевые маркеры в плазме крови повышены при как раз негерматозных, герминативно-клеточных опухолях. Это бета-хроничная гонотропина, альфетопротеин. Иммуногистохимически определяется также плацетарная сниверсфатаза, для которой, к сожалению, на сегодняшний день не существует аналогов для таких китов для определения в плазме крови. Несколько примеров локализации опухоли. Это типичные в пениальной области, в хиазмоле-силлярной области, бифокальная опухоль в пениальной хиазмоле-силлярной области, редкая локализация в таламусе, в данном случае в левом таламусе. И вот то, что я говорил, иногда эти опухоли поражают довольно диффузно желудочковую систему, по крайней мере, головного мозга. Останавливаемся сначала на подходах к лечению первичной герменомы головного мозга. Это опухоль, которая в пениальной подходе может быть вылечена. И раньше, до появления препаратов платины, их подвергали крайнеоспинальному облучению этих пациентов с очень высокими показателями десятилетней выживаемости. Удаление опухоли не облучшает прогноз, но может усугубить неволодистую симптоматику, поэтому от хирургии требуется разрешение гидроцефалии и верификация диагноза. Как и семеномы яичка, очень высоко чувствительна опухоль к режимам химиотерапии, в частности, на основе препаратов платины. И вот уже в начале 2000-х годов были уже публикации, что мы можем эти опухоли лечить с комбинированным подходом, с использованием химиотерапии и лучевой терапии. Зачем? Несмотря на то, что при чистой герменоме очень высокий ответ на лечение, на лучевую терапию, и достигается высокий показатель выживаемости, в силу молодого возраста, как правило, в котором развиваются эти опухоли, достаточное значение приобретает токсичность лучевой терапии. Риск лейкензофлопатии, нарушение роста позвонков у детей и усугубление эндокринных нарушений, если таковые имеются. Поэтому во многих центрах начали, это опять же лидерами в этой области были японцы, сейчас многие рекомендуют похожий режим лечения, поскольку у нас времени достаточно мало, я тоже остановлюсь на том подходе, который мы на сегодняшний день считаем адекватным и используем с успехом лечения этих пациентов. При периодичной герменомии цидральной нервной системы, как и при всякой другой герменативной плечной опухоли, лечение начинается, конечно же, с хорошего обследования, включающего анализы крови на маркеры, поскольку чуть ниже мы остановимся при лечении маркеров, продуцирующих опухолей, мы не стремимся к верификации опухоли морфологической, а начинаем лечить уже на основании данных этих маркеров. При герменомии эти маркеры, как правило, нормальные, выполняется верификация опухоли либо путем биопсии, либо путем операции, базовое обследование, если не было крайне спинальное МРТ, и химиотерапия в довольно несложном режиме, мы используем четырехдневный режим с плотиносотопозидом, с последующим контролем каждые два месяца. И завершает лечение лучевая терапия с облучением желудочной системы 24 ГРЭЯ. Довольно быстрый ответ на лечение, как я уже говорил, здесь в течение недели видно, насколько быстро опухоль реагирует на начало химиотерапии плотиносотережащими компонентами. Наш опыт сейчас проанализирован и составляет 91 пациент с диетологически верифицированной чистой герменомой в возрасте старше 16 лет. Локализация больше 50% в пениальной области, хиазмальциллярной области и бифокальной составляет около 30%, что определяет эндокринные нарушения у этих пациентов. Среди эндокринных нарушений ведущим является несовершенный диабет, но также бывают и другие проявления в виде пангиппетитаризма. Неврологический системат я коротко уже остановился, сейчас не буду фиксироваться на деталях, поскольку это требует детального разбора в более методическом плане. Показано, что верификация диагноза у нас, как правило, выполняется либо стереотоксической, либо открытой биопсией, все определяется тактикой, более безопасной для пациента. Зрительные нарушения у нас у пациентов, как правило, исправляются на фоне уже первых курсов лечения. Все зависит, опять же, тоже, так же, как и, видимо, про всех других опухолях, от времени обращения и времени воздействия на зрительные пути. Очень высокая пятилетняя безрецидивная и общая выживаемость у этих пациентов выше 90%. Несколько примеров эффективного лечения таких опухолей. Вот диссиминированная опухоль с пифокальным распространением на хиазмолислярную и пениальную область. Через год после лечения мы видим, что была интернетрированная хиазма и очень хорошо ответила на лечение. Опухоль очень хорошо ответила на лечение. Еще более распространенная опухоль, также с очень высоким ответом на лечение. Надо отметить, что в предыдущем слайде, что иногда открываются даже естественные пути ликваротоков у этих пациентов, так что они не нуждаются иногда даже в шунтирующих операциях. Редкая локализация таламуса или кавернозного синуса также совершенно на тех же режимах отвечает на лечение, что довольно удобно. Нам не надо ничего выдумывать, нам надо достаточно последовательно проводить лечение. И еще один момент, зачем нужно комбинированное лечение, а не только лучевая терапия. Вот здесь исправились зрительные нарушения весьма эффективно у пациента, а также восстановились гормональные нарушения. До лечения был существенно снижен тестостерон, после лечения, после химиотерапии он практически до нормы восстановился. Еще раз повторюсь, что вот этот подход к лечению, он также хорош тем, что независимо от распространенности опухоли, и, как правило, чистая герминома отвечает на химиотерапию весьма эффективно. Наши результаты, если сравнить с результатами других крупных серий, весьма сопоставимы. В общем, я уже говорил, выше 90% безрецидивной и общей выживаемости этих пациентов 5 и даже 10-летняя. Не герминоматозной, извините, герминотивной клеточной опухоли. Такой термин придумали в нейроонкологии довольно большое количество лет назад, и он все-таки уже устоялся. Видимо, мы в таком виде его и будем использовать. Но если нас поправят уважаемые онкологи, то мы как-то придумаем что-нибудь более толковое. Довольно много публикаций. Один из самых известных мультицентровых трайлов, трайл СИОП, педиатрические группы исследователей, онкологов, СИОП-96. Его схема. Вот лечение с асплатином этапозитом и фсфамидом, несколько более жесткая схема химиотерапии, с последующим либо фокальной лучевой терапией, либо крайне спинальным облучением в этом протоколе в зависимости от диссеминации опухоли. Результаты лечения при остаточной опухоли хуже, при результате опухоли после химиотерапии, при отсутствии остаточной опухоли, конечно, выше. Поэтому мы используем такой модифицированный режим СИОП, когда рассматривается после нескольких курсов химиотерапии вопрос от операции по поводу остаточной опухоли. Покажем это на конкретном примере пациента. Смешанная гернативно-телечная опухоль у молодого человека, который обратился к нам в декабре 2015 года, в достаточно тяжелом состоянии, с опухолью в задних отделах третьего желудочка, с высоким уровнем альфетопротеина. Ему была выполнена по месту жительства шункирующая операция, начата химиотерапия. На фоне химиотерапии нормализовался альфетопротеин, но не слишком уменьшилась, несколько трансформировалась опухоль в области задних отделов третьего желудочка. В то же время состояние пациента значительно улучшилось к этому времени, к этим двум месяцам от начала событий. И была выполнена прямая операция. Дэйд Ильич Кисхилаури, один из наших ведущих нейрохирургов в России, я думаю, что даже и в мире, удалил эту сложную достаточно опухоль. Достигнуто полный контроль событий с точки зрения онкологической. На сегодняшний день уже около пяти лет пациент не имеет рецидива. А факторы, влияющие на прогноз, два слова. Позволю себе, уровень бета-хронического гонотропина не выявили какой-то шкалы, связывающей с улучшением или ухудшением прогноза. В то же время для альфетопротеина показано, что уровень альфетопротеина выше 1000 международных единиц на миллилитр сопряжен с более тяжелым прогнозом для пациента. И, как сегодня говорили наши коллеги, также мы задумываемся о том, чтобы у этих молодых людей по возможности, если сохранна функция фертильности, обеспечить им в будущем возможность иметь своих собственных детей. Поэтому рекомендуем до начала лечения обращаться в соответствующие центры для кривой консервации спермы. И, в общем, многие наши пациенты этой рекомендацией пользуются. Благодарю за внимание. Продолжение следует...